Ассаляму алейкум арахматуллахиму баракату, с вами Ун Малик, и мы продолжаем с вами изучать арабский язык по книге Аль-Кура от Уоль-Китаба в серии Сельсина. Сегодня у нас последняя часть первого урока из книги, и у нас три фразы, которые мы с вами разберем. Итак, первое слово, слово БАБ. Здесь мы видим тоже буква Б в начале этого слова, она пишется слитно, и после нее идет Алиф. БАБ. БАБ – это дверь, да, рисунок как раз нам это подсказывает. И предложение. ДАХОЛЯ ИБРАХИМУ МИН БАБИЛ ХУДИРАТИ. ДАХОЛЯ ИБРАХИМУ МИН БАБИЛ ХУДИРАТИ. И разберем, иншааллах, этот пример. Во-первых, у нас пришел глагол ДАХОЛЯ. Глагол ДАХОЛЯ означает «заходить», или точнее «он заходит», так как в арабском языке нету отдельной формы, то, что называют инфинитивом или неопределенной формой глагола, да, в арабском языке нету. Все формы имеют какое-то лицо. «Ходить», да, то есть, например, или «заходить», оно не связано с каким-то лицом, да, например, вот в русском языке. Здесь это «зашел», да, как бы «зашел», и это вот такая первоначальная форма, которая, в принципе, и берется за основу, и из которой уже строятся другие формы. Значит, «зашел» Ибрагиму, то есть Ибрагим, как правило, обращаю ваше внимание, что те слова, которые в русском языке стоят в именительном падеже, как правило, конечно, разные там бывают случаи, они будут иметь в конце «даму», если это вот единственное число. «Дахаля Ибрагиму», то есть «зашел» Ибрагим, Ибрагим зашел. «Мин бэбель худжера», «мин», то есть как бы в данном случае, как «зашел» через, да, можно вот в этом контексте. Как бы обычно «мин» у нас было, да, это как «из», «из чего-то», то есть он как бы зашел из этой двери, зашел. «Мин бэби», то есть зашел через дверь, и тоже небольшая уже подсказка, что когда у нас приходит вот «мин» или «фи», как у нас тоже уже был такой предлог, то после него стоит уже слово, стоит имя в положении «джар», что может на самом деле соответствовать многим падежам в русском языке, потому что в арабском языке отличается количество, их меньше. Поэтому, соответственно, другие падежи, косвенными уже могут заменяться, в частности, этим падежом, то есть после предлогов у нас, как правило, опять же, будет «касра». Но не всегда там будут свои нюансы. Ну, если это слово, допустим, не множественного числа, не двойственного, и не имеет каких-то особенностей там специфических, запрещающих, чтобы в конце была «касра», то мы увидим там «касру». «Мин Баби», да, то есть как бы через дверь, «Аль Худжирати», комнаты, «худжира» – это комната, и у нас есть «Аль» – артикль, про который мы, иншала, будем с вами подробнее позже говорить, то есть через двери комнаты, да, определенной комнаты. «Дахаля Ибрагиму мин баби льхуджирати». «Ибрагим зашел через дверь комнаты». Второе – «табиб». У нас, в принципе, уже встречалось это слово, «табиб» – это «врач». Но посмотрим в другом контексте с другими словами. «Абаля Ибрагиму, абаля Ибрагиму табиба». Или «атабиб». «Абаля» – переводится как «встретиться». Переводится как «встретиться» и имеет такой двухсторонний. То есть это не просто «встретить», да, и шел на улице и встретил, а именно была встреча у них такая совместная, да, то есть мы говорим обычно «встретился Ибрагим с врачом». «Посетил врача», например, в арабском же языке. «Абаля Ибрагиму». То есть «кабаля» – это тоже глагол прошедшего время, да, то есть Ибрагим встретился. «Аббиба» – с врачом. Опять же, так как в арабском языке не всегда глаголы, которые требуют, например, какой-то предлог, не всегда в арабском языке также будет это требовать, да. Хотя они часто совпадают, но, тем не менее, не всегда. И мы поэтому видим, что в конце «акхабиба», да, то есть падеж, который тоже указывает на то, что это как бы прямое дополнение. Ну, опять же, про это еще тоже будем говорить позже. То есть «Ибрагим встретился с врачом». И последнее здесь предложение «хубуб». «Хубуб» – это «таблетки». «Хубуб» – «таблетки». И точка. Здесь предложение уже подлиннее. «Апо» – это «дал». «Апобибу». То есть конкретный «врач», да, «Врач дал» или «дал врач». Обратите внимание, что здесь Это уже говорит на то, на кого направлено действие То есть мы скажем, здесь уже поменяем падеж В арабском языке будет только эта фатха говорить о том, что у нас здесь что-то другое Но в дальнейшем, иншааллах, будем разбирать, как падеж каждый меняется Так как это самое-таки начало, поэтому прям в каждое правило глубоко, пока мы не ныряем Поверхность наберем, иншааллах, когда будет у вас немножко лексики набрано И мы постепенно какие-то элементы добавляем И потом важно, что у нас дал врач Ибрагиму И обычно дал что? То есть нужно сказать что? Поэтому этот именно глагол, он как бы требует Он требует еще дополнения То есть кому дал и что? В данном случае Ибрагима То есть он дал Ибрагиму Ба-ба Несколько Ба-ба То есть какое-то небольшое количество То есть несколько Аль-Хубуби Таблеток То есть он дал ему Несколько таблеток Аль-Хубуб Таблетки мы уже выяснили Очень важный здесь момент по поводу чтения Так как мы будем концентрироваться больше на чтении письмо Хотя и какие-то другие элементы я вам многие какие рассказываю Важно научиться вот изначально правильно связывать, читать, что облегчит вам дальнейшее изучение арабского языка Мы видим в конце этого глагола А-па Алиф Максура Так называемая Алиф Максура То есть она пишется как я, только без точек И читается долгим алиф А-па Но так как у нас есть связка Здесь в арабском языке мы связываем И следующее слово, которое начинается с артикля Соответственно первая буква, которая будет произноситься Она будет, или которая там встречается Она будет с укуном Это буква Та Хамзат-Аль-Осаль здесь не читается Лям вообще не читается И Та как бы в удвоение идет И даже если бы здесь был артикль лунной буквы И лям бы читалась Но она все равно бы читалась с укуном То есть если у нас после долгого, который приходит в конце Встречается слово, которое при слитом чтении Будет, ну как бы читаться первая его буква с с укуном То мат, который в этом слове предыдущем Он не будет читаться И сокращается И этот мат сокращается до гласовки То есть только Фатха будет читаться Вот это Алиф не читается Поэтому я прочитала То есть вот это внимательно И это будет в дальнейшем тоже у вас встречаться Итак, мы с вами взяли эти слова И я, иншааллах, вам их еще раз зачитаю Эти предложения, которые вы потренируетесь И сделаете, пропишите, прочитаете И в конце еще мы продолжим Завершим этот урок по книге Итак, первое предложение Ибрахим зашел через дверь комнаты Ибрахим зашел через дверь комнаты Ибрахим встретился с врачом Еще раз читаю И вы повторяете И третье предложение Врач дал Ибрахиму несколько таблеток Очень важно, что здесь предложения Они чуть-чуть длинные Это не просто одно слово или два Поэтому, кто только начинает Может быть сложно произнести Вот как бы на одном дыхании Эти предложения Можете запинаться Еще что-то Пробуйте, пробуйте много раз Пока у вас не получится Да, потому что от этого зависит Опять же, насколько вы Свой речевой аппарат настроили На то, чтобы с легкостью И дальше изучать арабский язык Поэтому обязательно это сделайте И хотелось с вами перейти Просмотреть этот урок до конца Чтобы посмотреть, что же тут нам предлагают Напоминает, как пишем букву Б Так как этот урок был с ней связан В начале, если у нас соединяется С последующей В середине, если соединение с двух сторон В конце, если есть соединение С предыдущей И если она пишется отдельно Например, просто буква отдельно Или, например, если она приходит В конце И перед ней не соединяется Да, то есть вы это прописываете Еще раз напоминаете себе Как она пишется, эта буква Именно запоминайте В таком письменном варианте Следующее просто произносим Тренируемся Чтобы различать короткие гласные Долгие гласные И опять же, вот это сочетание Вам легко давалось Задание называется То есть прочитай и напиши Тут было задание Только напиши Здесь про вактуб Прочитай и напиши И вы его пропишите И я прочитаю Вы повторяйте за мной Ба 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 Би 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 Бу 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 Ба 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 Би 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 Бу 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 И прочитаю вам столбик Чтобы вы разницу между ними видели Ба Би Бу Ба Би Бу Ба Би Бу Бу Би Бу Бу Пробуйте Смотрите, как вы их узнаете Легко ли вам это дается Вот Или вы задумываетесь Чем легче вы будете воспроизводить правильно Тем ЧАЛЛАХ Лучше усвоили И ваше задание домашнее будет повторить все эти слова. И опять же, посмотрите, повторите все фразы, которые у нас были ранее. Причем постарайтесь их как можно быстрее воспроизводить и повторять. Я сейчас все их прочитаю вам. Постарайтесь их воспроизводить за мной, то есть как можно быстрее. И я не буду замедляться сильно, чтобы вы привыкали к этому темпу. И важный момент, чтобы вы, слушая их, уже настраивались на то, какое же их значение. То есть понимали значение этих фраз. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Аль-Хамдул-Лля, мы с вами закончили этот урок и на следующий раз приступим к следующему уроку. Я надеюсь, вам был этот урок полезен. Поддержите его своими комментариями, ответами, вопросами. И мы встретимся с вами на следующем уроке, иншааллах. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.